а сегодня я хотел бы рассказать как я работал над картиной маковое поле и собственно то как можно повторить подобную работу вот эта работа авторское повторение моей же работы маковое прошлогодней давности или позапрошлогодней вот но в этот раз я решил написать их с другими лошадками лошадки первые попавшиеся из интернета лошадь жеребенком которые просто нарисовал практически в центре холста и приступил к работе вот холст обычный 50 на 70 но фактурный мне уже достаточно давно надоела обычная фактура холста я уже несколько лет использую структурные пасты это на мой взгляд обогащает несколько живописную поверхность но впрочем это совсем не обязательно вот и приступаю собственно вот начал с переднего плана такой неопределенно зеленый оттенок под кладку под маки это скорее всего какой-то синие синяя краска с желтым плюс кадмий коричневый темный прозрачный вот такой вот неопределенный синий цвет темный очень не яркие яркости нам здесь не нужна яркость у нас за счет красного цвета картина получится у кстати ботва ну листва у маков она такая неопределенная синевато-голубоватое что ли насколько я помню так вот здесь наша подкладка коричневая вот это вот смазка имприматура она тоже хорошо нам помогает объединяет во первых в одну гамму колорит какой-то придает картине плюс снимает немножко яркость самого кадмия кадмия здесь кадмия красный светлый плюс кадмия оранжевая практически без разбила здесь некоторых местах если бы мы его клали на чисто белый холст он бы очень ярко горел а так как в этой имприматуре есть титановое белило а белило это мощнейший ахроматик он снимает насыщенность красного ненужную слишком уж яркую насыщенность и соответственно это идет нам на пользу так вот уже лошадки прописал прописываются вот здесь здесь нужно делать поправку на съемкой кажется что белило накладываю на самом деле это конечно же колерованные белило возможно охры можно оранжевой краской то есть у нас как бы такой вечерний свет ближе к вечернему и на белом солнце будет на белой шкуре лошади будет обязательно темный оттенок на светах на местах освещенных солнцем а теневые места голубоватые голубовато-сиреневые тех что обращены от неба а нижняя часть это особенно касается белой шкуры лошади будет очень подвержена влиянием красных красных рефлексов от маков белый как известно цвет наиболее подвержен рефлексом вот то есть это нужно обязательно показать иначе если не показать рефлексы будет объект будет как бы отдельно на нарисован как будет как приклеен как бы вырезан из бумаги и наклеен на это маковое поле то есть рефлексы с помощью рефлексов как бы объекты общаются в среде они как бы вписываются друг в друга все это за счет влияния и в живописи нужно показывать рефлексы ну иначе не удастся показать материальность объектов вот вот синяя синие участки участки на на лошади те что обращены не не синие туда синяя сиреневая скорее всего к вечеру мне небо становится более сиреневая такое вот слева желтый фонарь желтый прожектор солнца справа фонарь голубой небо освещает верхнюю часть лошади теневую а снизу мощнейшие красные рефлексы которые будут вписывать в среду нашу лошадь жеребенка это касается и коричневой шкурки жеребенка менее чем белая но тем не менее вот кстати очень хороший прием флейт сам кончиком сухим флейт сам вписать в среду наши полуфабрикаты лошадок пока что мягкости придать это объединит цвета злоупотреблять этим приемом нельзя но немножко пользоваться можно вот пока придаем контрастности какой-то там где это нужно вот уже на щеке лошади обращенной к низу рефлексы заметно теплые вырисовываются более мелкие детали вот уже с использованием муштабеля для удобства вот а верхняя часть вот такие более холодные сиреневые это уже влияние неба на шкурку жеребенка я взял более теплую чем в оригинале взял ее сиеной сиена натуральная взял ее сиеной практически без разбилки вот нос у лошади голова лошади кажется что белило на самом деле конечно же это не белило это окрашенное белило оранжевой краской с добавлением возможно охра я уже не помню то есть теплые теплый белый цвет так вот уже первые цветочки рваной кистью этой резаной уже наносится краска это кадмий скорее всего кадмий красный светлый с небольшой разбилкой с небольшим добавлением желтой краски кадмия желтого возможно кадмия оранжевого пока здесь нам не выгодно корпус наложить краску на заднем фоне пока тут достаточно тонкого слоя краски так вот опять же смягчаем вписываем в среду объединяем все это но опять же повторяю нужно самым самым кончиком едва едва касаясь и сухой краской сухой кистью пройтись проходиться по по границам так вот уже какие-то деталировки детали вот нужно помнить конечно от тональности в степени вот чтобы ухо и было достаточно темное но в то же время не перетемнено иначе как бы появится дырка в холсте так называемая когда тональность ошибка в тональности в темную сторону такой появляется как бы вот точно дырка в холсте вот чтобы этого не было нужно следить за этим с контрастностью не переусердствовать вот какой-то рисунок не обязательно очень точно там анатомию вот этих лошадок выполнять наш мозг соберет все это воедино если особо крупных ошибок не будет главное пропорции какие-то соблюсти так вот дальний план здесь что-то тоже коричневая коричневая красная желтая и синяя вот и бирюзовая скорее всего в разных пропорциях наносится широкой кистью растирается как бы такой каньончик такой овраг большой вот получается вот тропинка под лошадками тоже такой же темной краской какой-то обозначена тоже с добавлением коричневого и чуть-чуть зеленого здесь зеленого практически наверное и нету скорее к это бирюза добавлено у меня в красное и в коричневое сиреневые оттенки не забывайте немножко вот красно-холодных оттенков добавлять карплаг фиолетовый ультрамарин фиолетовый какие-то небольшие намеки фиолетовый очень красиво в живописи несмотря на то что его немного в природе фиолетовых оттенков но в живописи он очень хорошо когда его в меру совсем немножко где-то мелькает это очень обогащает живопись так вот здесь оранжевый разбил оранжевая охра на границе нашего оврага и дальние его части вот флейцем разными инструментами с применением мастихина да вот мастихином разбавляет снимается лишняя краска прямо до грунта вот такое что-то рваное там как бы маков не очень богато на на той стороне не на солнечной а на этой стороне маков будет много да вот еще можно такой мягкой кистью таким почти флейцем не флейцем а мягкой плоской кистью синтетической слегка касаясь по верхушкам фактуры немножко вот и маки порисовать и вот эту зелень немножко набросать вот слегка слегка касаясь достаточно смело но кончиком сам тогда он будет по верхушкам грунта ложится и так вот уже приступаю к нанесению цветов цветы уже как бы в разбились нет с небольшим разбилом и с добавлением желтой краски либо же оранжевого кадмия то есть они освещены солнышком солнцем вот мода можно показать их высоту наносим их прямо по лошадям практически до груди можно поднять их показать что это высокие майки вот тут уже начинают что-то корпусно с разбилом белила здесь взяты цинковые не титановые в отличие от титановых цинковое белило намного более прозрачные они легко окрашиваются и тем самым происходит банальная экономия дорогих красок кадмиев и кобальтов то есть вот здесь я сэкономил дорогой красный кадмий его меньше потребовалось вот набрасывается вот этой рваной кистью на на кисть вот эту есть видео называется модернизация кистей посмотрите как делается эта кисть но здесь не обязательно только этой кистью работать вот можно обогащать и мастихином и другими видами видами кистей вот слегка делать вот такой рваный мазочек не полностью прижимать как бы слегка мастихином вот мягкой кистью можно по верхушкам грунта вот постепенно набирать рисовать маки фактурно картина конечно декоративная таких маков скорее всего не бывает такой плотности мак это я ее взял из головы в отличие от лошадок которые из интернета все остальное ты фантазия таких маковых полей надеюсь не бывает вот можно вот так вот пришлепывать краску не жалейте краски иначе ничего не получится такого эффекта вот наносится краска как угодно более-менее чтобы был рваный рисунок напоминающие как-то естественное растение естественный рост цветов вот плоской щетиной можно поторкать таким маленьким флейцем это у меня строительная кисточка школьная точнее кисточка вот обогащать тоже вот опять же пришлёпыванием таким притоптывание да нужно показать вот дорожку вот эту темную чтобы она осталась как бы откуда лошадки пришли тени за ними вот чтобы была она темная не не забить полностью светлым да вот возвращаемся еще раз к морде лошади какая-то деталировка она не обязательно конечно но можно что-то если есть время поделать детали опять же вот рефлексы важнейшая вещь света объем они они придают объем без рефлексов светов теней и бликов объема нам не добиться натуралистичности до глазки вспомнил проглаза на четвертом часу работы вот какой-то у нас жеребенок немножко на ослика похож но он такой по моему в натуре и есть на фотографии да вот пальцем можно снять резкость блика сухим пальцем то есть чистым сухим пальцем придавить раздавить и так раздавливается жесткость мазка смягчается мазок ну вот на этом этапе уже остается только потихонечку тыкать кистью кисть нужно немножко прокручивать чтобы не было однообразного мазка вот показываем вот этой теплые головки цветов повернутых к солнцу вот можно показать то что они высокие я точно не знаю бывают они высокие или нет ну здесь они достаточно высокие работа была написана ну где-то за день чисто времени часов может быть 8 прошло то есть достаточно сложно несмотря на то что здесь просто как бы тыкать тыкаю все но нужно грамотно тыкать думать немножко не бездумно это немного отнимает времени так вот цветы ближнего плана сначала более темные наносим простой обычной щетиной кистью небольшого размера вот так вот проходим все проходим не неравномерно такими как бы вот мне понравилось сравнение сахарова сказал образно созвездиями такими не неравномерно не в шахматном порядке вот такими как бы стайками созвездиями как бы потом более светлые тоже вот да можно немножко поворачивать цветок разворачивать к солнцу то есть чтобы он не вверх смотрел а как бы немножко повернут к солнцу пока просто не нужно рисовать сам цветок просто мазки как бы слегка слегка поворачивать повторяющие форму мака у нас в голове все это сложится в мак в настоящий живой мак пунцовый такой сочный пару сердцевинок обозначим где-то и все это будет достаточно мозгу чтобы все сложилось весь этот пазл да вот еще дорожку мы потеряли немножко в работе я ее затыкал чуть-чуть можно показать эту дорожку тропинку и потом ее прикрыть вот просто вот этими вот прикрыть мастихином вот можно разнообразить всегда нужно разнообразить немножко след это к вопросу укладки к вопросу культуры укладки масляной живописи живопись у нас масляная живопись это ну за исключением тонкой живописи живопись маслом это она же и частично как бы и скульптура точнее барельеф тут нужно очень важно культуру укладки чтобы мазок был красивый разнообразный за это и ценится масляная живопись за ее красоту укладки вот вернулись на минуту морде лошади отвлеклись от красного цвета чтобы не забился глаз и опять обратно вот к дальнему плану дальний план не обязательно прорисовывать главное найти цвет немножко естественно туда нельзя ложить корпусную краску там ну это присуще вот дальним планом лучше тонким нарисовать слоем чем ближе тем можно более корпусно проложить цветы детали какие-то и вот там достаточно схематично главное не ошибаться в цвете в оттенках показать траву какую-то цветом так вот еще немножко обогащим усложняем чуть-чуть вот тут на камере немножко бледновато бедноватые оттенки на самом деле тут конечно же есть игра и холодных немного чувствуется и теплых камеры не очень как-то всяком случае на своем мониторе я не вижу особой игры живописи но она там присутствует немножко и холоднее мазочек должен быть и теплее вот показываю как цинком вот это цинковое белило не их они очень легко окрашиваются тем самым просто экономим дорогостоящие краски да вот можно про про ковырять какие-то сердцевинки на большие на ближних цветах там через них будет виден темный фон и как бы как бы сердцевинка какая-то смотрится вот немножко лепесточки листья они такие холодные у мака синий кажется синий 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 с такой вот дальний план можно там уже краска немножко умбра подсохла и позволяет нанести на себя такой рваный легкий мазочек ну вот собственно и вся картинка она действительно очень простая и достаточно эффектная попробуйте повторить я не против удачи мазочек ну вот и все Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok